Привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин, и это Forbes Digest. В информационном поле сейчас очень горячо. В топе новости про задержание Алексея Навального. Я не занимался этим. Никогда. Предполагаемый дворец Путина в Геленджике, во владении которым сознался герой нашего списка, миллиардер Аркадий Ротенберг. Мы хотим там построить апарт-отель. Митинги, протесты, задержания, новые уголовные дела. Поэтому мы решили немного сдвинуть сетку наших выпусков. И некоторые интервью, и развлекательные выпуски мы выложим позже. А сегодня поговорим об очень важном кейсе. О том, как дочь бывшего президента страны стала самой богатой женщиной Африки. Но после того, как ее отец покинул этот пост, она лишилась практически всего. Поехали! Эта история произошла в далекой и теплой Африканской республике Анголе. Ангола – бывшая колония Португалии, получившая независимость в 1975 году. С запада Ангола омывается Атлантическим океаном. На юге граничит с Намибией, на северо-востоке и севере с Демократической республикой Конго. На востоке – с Замбией. В Анголе богатый животный мир. Там водятся леопарды, слоны, жирафы, черные носороги, буйволы, гориллы и шимпанзе. По просторам полей носятся антилопы. Хакуна, батата и никаких забот! Да, зима там, конечно, переносится легче, чем в Москве. Сейчас градусов 30, наверное. Но не будем о грустном. Давайте поговорим про экономику Анголы. Ангола – это слаборазвитое аграрное государство. Зарабатывает оно тем, что добывает и экспортирует нефть. Знакомо, не правда ли? Мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглой. Среднего класса в Анголе практически нет. Небоскребы нефтяных компаний и банков соседствуют с трущобами простого народа. Люди в Анголе в среднем зарабатывают меньше сотни долларов в месяц. Хотя есть и такие, чьи зарплаты составляют десятки тысяч долларов. Кстати, столица Ангола, Луанда, входит в список самых дорогих городов мира для иностранцев. Там есть люксовые бутики, яхт-клубы, дорогущие рестораны и элитная недвижимость. За аренду приличной квартиры придется выложить несколько тысяч долларов в месяц. На улицах города не очень чисто, мягко скажем. Водоемы засорены. Понятное дело, что большинство населения ничего не получает от сверхдоходов от добычи и продажи нефти. Предыдущий президент Анголы Жозе Эдуардо Душсантуш правил целых 38 лет с 1979 года. Чтобы вы понимали, насколько это давно, тогда еще даже Олимпиада в 80 в Москве не состоялась. До свидания, до новых встреч. Жозе Эдуардо Душсантуш занимал этот пост аж до 2017 года. Как же так, спросите вы совершенно резонно. Он автоматически продлевал себе президентские сроки. Вот так, вау! Вот так, вау! Вот так, вау! Вот так могу! Размышления об итогах его правления мы оставим политологам. Выходите в другую дверь, чтобы со мной не пересечься. Сегодня нас волнует другая тема. 8 лет назад Форбс назвал дочь бывшего президента Изабель Душсантуш самой богатой женщиной всей Африки, оценив ее состояние в 3,5 миллиарда долларов. Уже тогда историю дочери бывшего ангольского президента, выросшей в чрезвычайной роскоши, можно было назвать хрестематийным примером того, как элиты разграбляют свою страну. Немного биографии Жозе Эдуарду Душсантуш и его дочери Изабель. Господин Сантуш родился в семье каменщика и домохозяйки. Еще в школе присоединился к народному движению за освобождение Анголы. После продолжил обучение и политическую деятельность в Советском Союзе. Душсантуш был зачислен в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности. В УЗИ он возглавил кружок борцов за свободу Анголы, а заодно встретил свою первую жену, уроженку Пензы Татьяну Куканову. Они вступили в брак на третьем курсе. Еще через 6 лет родилась их дочь Изабель. Кстати, отец Изабель Жозе Эдуарду Душсантуш естественно владеет русским языком. Он даже приезжал в Москву к Владимиру Путину с официальным визитом. А в 2013 году его дочь Изабель Душсантуш стала гражданкой Российской Федерации. Забегая вперед, скажу, что это может помочь ей избежать экстрадиции из Объединенных Арабских Эмират в Анголу, где против нее выдвинули обвинение в коррупции. Что известно о лайфстайле Душсантуш – период правления ее отца. Несмотря на жизнь не в самой богатой стране, время, проведенное в президентском дворце, было вполне себе вольготным. По информации Forbes, рождественские елки семьи Душсантуш доставляли из Нью-Йорка, а шампанское на сумму 500 тысяч долларов в год из Лиссабона. Не удивительно, что за президентской дочерью закрепилось прозвище «Принцесса». Мама Изабель Татьяна Куканова, устав от постоянных измен мужа, подала на развод. После они с дочерью переехали в Лондон. Здесь Изабель получила степень бакалавра инженерных наук в Королевском колледже. Но оставаться в столице Великобритании после окончания учебы не захотела. По слухам, в адрес Изабель поступали угрозы, и она решила вернуться на родину под защиту отца. Изабель Душсантуш, к сожалению, не дает интервью, и комментировать обвинения в коррупции и нечестном введении бизнеса предпочитают через своих представителей. Но это вовсе не значит, что она не любит внимания. Напротив, есть у дочери бывшего президента маленькие слабости – вечеринки со знаменитостями. Дочери до обвинений в ее адрес Изабель вместе с мужем ежегодно летали на Каннский кинофестиваль, чтобы появиться на красной ковровой дорожке, аукционе «Амфар» и еще парочке громких мероприятий. В интернете масса фотографий Душсантуш, Пэрис Хилтон, Николь Шерзингер, Спусика Доллс и другими звездами. Ангола выдвигает против Изабель обвинения в коррупции. Суды трех государств замораживают ее активы, а еще в одном с нее пытаются взыскать сумму долга в сотни миллионов долларов. Форбс полагает, что предпринимательница потеряла контроль над замороженными средствами и вряд ли когда-нибудь снова получит к ним доступ. В совокупности суды заморозили имущество Душсантуш более чем на полтора миллиарда долларов. И наша редакция при составлении нового рейтинга богатейших людей Африки решила стоимость этого имущества не учитывать. По нашим подсчетам, Душсантуш больше не является миллиардером. От страны, где большая часть населения живет в нищете. Хотя еще в 2020 году наша редакция оценивала ее активы более чем на 2 миллиарда долларов. Но надо заметить, это уже не те 3,5 миллиарда, которые были 8 лет назад. Но не стоит переживать. Бывшая ангольская принцесса отнюдь не бедствует. Международный консорциум журналистов-расследователей в 2020 году сообщал, что у нее есть дом на частном острове в Дубае, недвижимость в Лондоне и скромная яхта за 35 миллионов долларов. Утренний кофе на борту белоснежной яхты в центре Средиземного моря. Да, это удалось. И вполне вероятно, у нее имеются активы и банковские счета, о которых ни Форбс, ни судебные инстанции пока еще не знают. Душсантуш, по некоторым данным, может жить на два города. В Дубае, где в октябре в результате несчастного случая на дайвинге погиб ее муж Синди Кадакола. И в Лондоне, где в ноябре его похоронили в Вестминстерском соборе. Форбс обратился к Душсантуш с рядом вопросов по поводу ее состояния. Но она через представителя отказалась от комментариев для этого материала. Нам уже понятно и привычно, что миллиардерами могут стать друзья, бывшие сослуживцы, партнеры по татаме или просто земляки какого-нибудь крупного чиновника. Но чтобы дочь попала в список Форбс, это занимательно. Наверняка вам интересно послушать эту историю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и садитесь поудобнее. Изабель – старшая дочь бывшего ангольского президента. Пока отец управлял богатой нефтяными ресурсами, но погрязшей в нищете Африканской республикой, его дочь получила значительные доли в стратегически важных отраслях экономики. В банковской сфере. В телекоммуникационном бизнесе. В производстве цемента. В добыче алмазов. Благодаря этому президентская дочь стала самым влиятельным предпринимателем на всем внутреннем рынке Анголы. Такие дела. Больше половины ее активов приходилось на португальские компании, что давало ей дополнительные очки в международном бизнесе. Европа все-таки. Когда в январе 2013 года Форбс объявил предпринимательницу миллиардером, ангольские власти преподнесли эту новость как повод для гордости и живое доказательство того, что Ангола наконец пришла к успеху. Насколько мы смогли выяснить, все крупные активы в портфеле Душ Сантуш появились либо путем получения доли в компаниях, которые хотели вести бизнес в Анголе, либо ротчерком пера папеньки президента. История Душ Сантуш – редкая возможность взглянуть на удручающую реальность многих стран, где имеются богатые ресурсы, но власть держится на клиптократии. Определение из Википедии. Клиптократия – правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния с помощью расхищения государственных средств, иногда даже без попыток имитации собственно честной службы народу. Понятно. Вернемся к Душ Сантуш. Португальские банки и компании, в которые вкладывалась предпринимательница, закрывали глаза на сомнительные источники доходов ее инвестфондов. Так утверждает Анна Гомеш, бывший депутат Европарламента, член соцпартии, а сейчас еще и кандидат в президенты Португалии. Когда она купила доли в португальских банках, я спрашивала, каково происхождение этих средств, почему вы позволяете ей отмывать деньги через нашу финансовую систему, сетует Гомеш. Начиная с 2016 года, Анна Гомеш регулярно подавала в судебные органы Португалии жалобы о предполагаемом отмывании денег. Но никакие действия в ответ не предпринимались. В начале 2020-го Сантуш подала в португальский суд иск Гомеш о клевете. Предпринимательнице не понравилось заявление политиков в Твиттер и на телевидении, где та говорила, что банк для Душ Сантуш является машиной для отмывания денег. Душ Сантуш проиграла дело. Все-таки Португалия не Ангола. Там-то она наверняка бы выиграла. Несмотря на эту маленькую неудачу, у президентской дочери все было шоколадно. Но в один момент империя Душ Сантуш начала рушиться. Случилось это в 2017 году, когда ее отец ушел на пенсию, а новым президентом Анголы стал Жоан Лоренцо. Золотое правило бизнеса, построенного на административном ресурсе. С утратой административного ресурса бизнес трещит по швам. На высшем посту Лоренцо пообещал бороться с коррупцией, из-за которой Ангола стала печально известной по всему миру. Согласно рейтингу Transparency International, страна является одной из самых коррумпированных. Кстати, согласно этому рейтингу 2020 года, Ангола заняла 142 место. Россия на 13 строчек выше, на 129 месте. Наша страна получила 30 баллов из 100. Столько же набрали Азербайджан, Габон, Малави и Мали. На самых последних местах в рейтинге коррупции Сомали и Южный Судан. А в тройку самых некоррумпированных стран попали Новая Зеландия, Дания и Финляндия. В Финляндии, да, вы не ослышались, куда из Санкт-Петербурга до недавнего времени было популярно ездить закупаться продуктами, одеждой и бытовой техникой. Кстати, минутка истории. Финляндия вышла из состава Российской империи чуть больше сотни лет назад, в 1917 году. Но пропасть в этом коррупционном рейтинге между нашими странами в 126 позиций. Вернемся в Анголу. После инаугурации Лоренцо отстранил Душ-Сантуш от руководящей должности в нефтяной компании «Сонангол», которую ей даровало правительство отца в 2016 году. Еще более серьезные проблемы у предпринимательницы начались в 2019 году. В рамках антикоррупционного расследования суд заморозил ее активы и активы ее мужа, «Синдика Декола», в том числе включая доли в компании, операторе мобильной связи «Юнитель» и в нескольких банках. Постановление суда указывалось, что подконтрольная Душ-Сантуш и ее мужа организация «Экзем Энерджи БиВи» нарушила обязательство выплатить не меньше 75 миллионов долга перед «Сонангол». Суд также заявил, что по вине супругов и их делового партнера правительство «Анголы» потеряло более миллиарда долларов. В январе 2020 года генеральный прокурор страны предъявил бывшей дочери президента и ее мужу обвинение в нелегальном присвоении и отмывании денег. В ответ предпринимательница заявила, что обвинения против нее в корне неверны и лживы, а сама она частный предприниматель и всегда соблюдают законы. Или, как любят говорить у нас в России, действуют в рамках закона. Нужно всем научиться действовать в рамках закона. В рамках закона. Только в рамках закона. В том же злосчастном расследовании для Изабель в январе 2020 года стало известно о множестве деталей об активах душ-сантуш в рамках «Луанда Ликс» — утечек из Луанды. Комплект более чем из 700 тысяч документов, полученных международным консорсиумом журналистов-расследователей. Опубликованные данные подтверждали изложенные Forbes в 2013 году сведения о том, что душ-сантуш незаконно обзаводилась долями в ангольских компаниях. «Луанда Ликс» также вывели на свет ее предполагаемых помощников — консалтинговые и бухгалтерские фирмы вроде «Макинзи» и «ПВС», а также закрытый круг банкиров и юристов, предположительно помогавших предпринимательнице наращивать состояние и переводить его в офшоры. «Где деньги? Известно где. В офшорах». В декабре 2020 года ПВС заявила, что как только подозрения в грязных делишках Изабель были обнародованы, компания предприняла немедленные шаги к расторжению отношений с замешанными организациями. «Некоторые менеджеры, работавшие с ней, покинули компанию или к ним были применены другие исправительные меры». Представитель «Макинзи» сказал, что «Душ Сантуш» больше не входит в число клиентов фирмы. К «Форбс» «Душ Сантуш» тоже имела отношение. Ее ангольская компания «Зеп Медиа» получила лицензию на издания «Форбс» в Португалии и Анголе. «Зеп Медиа», кстати, сейчас указана в документах Суда Анголы, как одна из компаний, чьи активы должны быть заморожены. Может показаться, что «Душ Сантуш» — коррупционный дьявол воплоти, а ее бедный муж, возможно, и не знал о преступных делах своей сужены. Но это вряд ли. Особенно досадным стало одно разоблачение из «Луан де Ликс». По данным «Луан де Ликс», в 2006 году муж Душ Сантуш заплатил нефтяной компании «Сон Ангол» 15 миллионов долларов за долю в португальской нефтяной компании «Галп». Ее реальная стоимость оценивалась тогда в 99 миллионов долларов, а оставшиеся 84 миллиона фактически стали подарком, беспроцентным займом от правительства Анголы. Эта доля в «Галп», управляемая через зарегистрированное в Нидерландах юридическое лицо «Экзем Энерджи Би Ви», в настоящее время стоит около 550 миллионов долларов. По информации Международного консорсового журналистов-расследователей, эти акции заморожены нидерландским судом. Душ Сантуш далеко не единственный человек из своего окружения, разбогатевший за счет государства. Коррупция пустила глубокие корни в политической жизни Анголы. «Самые ушлые жулики, кажется, пошли с Лоренцо на джентльменское соглашение и срываются с крючка», подчеркивает Рикардо Суареш де Оливейро, преподаватель африканской политологии в Оксфордском университете. По его словам, последние полгода Лоренцо расширил борьбу с коррупцией, распространив ее на более широкий круг, а не только семью своего предшественника. В июле правительство национализировало инженерную фирму FASEC, пойдя на крайние меры ради выживания компании, контроль в которой принадлежал Душ Сантуш. Но это еще не все. В апреле португальский суд заморозил активы предпринимательницы в кабельной телесети и интернет-провайдере NOS стоимостью около полумиллиарда долларов. Инвестиции Душ Сантуш в телекоммуникационный холдинг стали еще одним свидетельством того, с элитой страны. Акции президентская дочка держала в рамках ЗОПТ партнерского фонда с семьей уважаемого португальского миллиардера Бельмиру де Азведу, скончавшегося в 2017 году. По словам пресс-секретаря компании NOS, акционеры ЗОПТ сейчас находятся в процессе разрыва партнерства. Плохие дела Душ Сантуш не только на территории родной Анголы и Португалии. Судопроизводство в отношении нее ведется также и в Великобритании. В прошлом году в Лондоне из Кней подал ангольский мобильный оператор Унитель, в котором предпринимательнице принадлежит 25%. Истец утверждает, что в 2019-м нидерландская компания Душ Сантуш, Унитель и Интернешнл Холдингс БиВи перестала выплачивать многочисленные кредиты, выданные со стороны Унитель, начиная с 2012 года. Оператор намерен взыскать соответственно 430 миллионов долларов. Вероятно, что в общей сложности активы президентской дочки, замороженной в Анголе, оцениваются не менее чем в 300 миллионов долларов. Ее активы, которые заблокировали или национализировали Португалия и Нидерланды, можно оценить примерно в 1,3 миллиарда. Вероятность того, что Душ Сантуш получит свои активы обратно, крайне мала. А остальное, дома, яхты, наличные и прочее имущество оценивается примерно в 400 миллионов долларов. 400 миллионов долларов, ну в принципе жить можно, но еще остается непогашенной задолженность в 430 миллионов долларов перед компанией Унитель. Поэтому, возможно, с роскошным имуществом придется проститься. Куда же приведут все эти судебные разбирательства? В августе брата Изабель, Жозе Филомену Душ Сантуша, приговорили в Анголе к пяти годам лишения свободы за перечисление 500 миллионов долларов из Фонда национального благосостояния, которым он руководил. Судебные процессы затягиваются и в Анголе, и в Португалии, поэтому никто не ждет быстрого разрешения дел против Изабель. «Я предвижу долгие годы судебных тяжб, и пока они идут, украденных денег жители Анголы не дождутся», отмечает Карина Карвалью, исполнительный директор португальского подразделения Transparency International. Вот почему столь необходимо предпринимать действия по возвращению активов и компенсации пострадавшим. На возвращение средств всегда уходит много времени, и нет никаких гарантий, что правительство Анголы получит эти активы обратно. В отчете 2014 года по программе восстановления украденных активов при Всемирном банке о заглавленном считанной единице указано, что сохраняется огромная разница между тем, что удалось вернуть с 2010 по 2012 год, например, удалось вернуть всего 147 миллионов долларов и суммами, которые удалось украсть. Ежегодно у развивающихся стран эти суммы составляют от 20 до 40 миллиардов долларов. Ежегодно. То есть за два года удалось вернуть 147 миллионов долларов, а каждый год воруется 20-40 там. Какой год более удачный? Не знаю. Когда в начале 2020 года Ангола выдвинула против Душ Сантуш официальное обвинение, некоторые новостные издания сообщали, что страна намерена выдать международный ордер на ее арест. К настоящему моменту этого не произошло, и Душ Сантуш по-прежнему может свободно передвигаться между мекками богачей, Дубаем и Лондоном. Тем не менее, жизнь ее уже не та, что прежде. Она стала поскромнее и спустилась с небес на землю, уверен Суареш де Оливейра из Оксфордского университета. Просто стало очевидно, что во многих авторитарных странах экономическое влияние завязано на политическом могуществе, а не наоборот. Как только теряете политическую власть, вас уже ни во что не ставят. И не только дома, но и за рубежом. Друзья, мне кажется, история семьи бывшего президента Анголы поучительна и прекрасна, особенно для тех, кто хочет устроиться на работу в госкорпорацию или стать чиновником не по зову сердца, а с намерениями участвовать в глобальной коррупции ради личного обогащения. С вами был Forbes Digest. Мы рассказываем о самых разных миллиардерах. Но нам больше всего нравятся, конечно же, те предприниматели, которые смогли сколотить свои состояния с помощью ума, трудолюбия и креативности. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!